Играть. Продвинутый. Играть. Она им давно была в модах этой игры. И конечно же наши разработчики не могли пройти мимо. Хотя, возможно, это просто концепт. А концепт это или правда, ты узнаешь в этом видео. Но сначала не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора Слоун. Ну а мы начинаем разбирать роль джестера. Дорогие друзья, подозреваемые мои радостные, счастливые мальчики и девочки, сэры и сэрихи, здравствуйте. Сегодня, ребята, просто невероятные новости. Во-первых, ребята, у нас появилась анимация новой роли джестер. Как она выпадает, если бы, например, вы заходили бы в катку, как я показал вам в начале видео, да, и вы нажимаете играть, и вам выпадает эта роль. И что нужно делать, как играть за эту роль. В общем, мы уже снимали видео подобное, да, в плане как концептов. Что бы было, если бы добавили эту роль в игру. И, ребята, не далее, как сегодня, я нашел анимацию выпадения этой роли. И она очень похожа на настоящую. И вы не представляете себе, где я ее нашел. У меня есть небольшие связи, ребята, с сотрудниками Wildlife Studios. То есть, всеми ребятами, которые там работают, возможно, не всеми, но их около пяти тысяч. И, конечно же, где-то кое-как просочился вот такой вот интересный спойлер. Честно говоря, я, ребята, реально, я не могу сказать вам, это концепт, или это реально то, что должно выйти в нашей игре. Этому концепту, или вот этой вот анимации, вот этому видео, ребята, вот этому кусочку выпадения джестера, ему уже как минимум два месяца. И только сегодня он попал ко мне в руки. Очень странно, что его раньше никто не заметил. Но так как мы уже, ребята, с вами это увидели, так как мы уже знаем, что это есть, и это очень профессионально выглядит. Это выглядит так, как будто бы действительно его рисовали для игры. Это делалось для игры. И, как вы помните, ребята, примерно в то время мы снимали с вами режим Джокер. Мы пытались понять, как бы игралось бы, если бы у нас была эта роль. И тут у вас появляется анимация. Кстати, если вы не смотрели еще новую анимацию Зубы, там тоже есть намек на роль джестера. Там в начале карты, ребята, а джестер это кто? Он шут, он картежник. У него камуфляжный такой костюм, который связан с картами. И в новой анимации Зубы, которую вы тоже можете посмотреть на моем канале, там тоже, ребята, показаны вот эти карты. Как будто бы намекая нам на то, что эта роль должна выйти все-таки. И действительно, я пока не знаю, разработчики молчат конкретно официально, они ничего сказать по этому поводу не могут. Но, ребята, я вам скажу так. Тот человек, который делал эту анимацию, я вас уверяю, ребята, он ее делал для этой игры. То есть, как минимум, это было запланировано. Как минимум, это должно было быть в игре. Как минимум, это будет в игре. Потому что мы все очень хотим эту роль. И по факту, в нее не нужно вкладываться особо ресурсами или усилиями разработчиков для того, чтобы ее реализовать. Как мы думали, ребята, сегодня мы вот общались с ребятами в Дискорде. И мы надумали такую интересную мысль. Так как мы понимаем, что если в классический режим добавить эту роль будет накладно, потому что, опять же таки, это рейтинг. Это, в принципе, и роль такая непростая. Она сложная и она, тем более, нейтральная. То есть, это не мирная роль и не роль убийцы. То есть, это как бы, это роль между теми и между другими. То есть, получается, единственный способ, как джестер может выиграть, это если его кикнут на голосование. В любом другом раскладе, если он останется до конца катки живым, если его убьют убийцы, он проигрывает. У него улетает IQ. И мне бы хотелось, чтобы у него снималось IQ примерно столько же, сколько у гостей, либо как у убийц. Чтобы было много, чтобы было интереснее ему придумывать какие-то тактики для того, чтобы выигрывать. Прикол в том, что эту роль, ну, нельзя запихнуть сразу в классику, если она выйдет. Как мне кажется, эту роль нужно запихивать в отдельный режим. Вот просто сделать обычный продвинутый режим, но добавить туда джестера. И все. Вот как у нас есть новый режим зеленый свет, красный свет. Точно то же самое сделать и с ролью джестер. Просто создать дополнительный режим чисто для теста. Проверить, как это пойдет, понравится ли это нашему комьюнити или не понравится. И добавить туда ко всему прочему, то, что у нас есть в обычной классике, роль джестера. И посмотреть. То есть у ребят не будет сливаться рейтинг. И они смогут ощутить на себе, что такое играть в этот режим. И при этом при всем не бояться потерять свой IQ. Просто насладиться, посмотреть, как это работает. Если нашему комьюнити бы понравилась такая тема, да, понравилась бы эта роль. Ее можно было бы внедрить куда-нибудь в продвинутый режим. И было бы вообще топово. Плюс одна интересная роль. У нас будет сыщик. У нас будет инспектор. У нас мирные. У нас убийцы. И еще у нас будет джестер. Плюс ко всему у нас еще должен выйти мэр. То есть у нас уже как минимум 6 ребят ролей в классическом режиме должно быть. Ну и в принципе эти роли, они не какие-то имбалансные. Хотя вот мы сегодня, ребята, реально рассуждали. И мы думали о том, что действительно вот роль джестера, она, ну, будет очень сильно влиять на баланс. Потому что, конечно же, будут токсичные игроки, которые будут реально руинить катки. Специально для того, чтобы их кикнули. И чтобы, конечно же, они затащили. Поэтому тут как бы вариантов я не вижу много. Но единственный шанс избавиться от такого токсика, да, это просто тупо замутить его. Если он будет как бы выпендриваться как-то в катке, да, кричать, материться и так далее. Чтобы его кикнули. Просто тупо мутить его и все. В любом случае у него нет заданий. И если он будет выпендриваться, убийца поймет, что это джестер. И просто убьет его и он проиграет, ну, просто потеряет свой IQ. Поэтому мне кажется, что, ну, такие ситуации будут решаться очень просто. Если у тебя есть какие-то вообще, в принципе, вопросы по этому поводу. Просто напиши об этом в комментариях, чтобы мы с вами разобрались там. Мы с вами можем обсудить это все там. Э, кстати, мне вот начислили еще 11965 алмазов. Как вы помните, я боялся, что не куплю новый легендарный скин. Но теперь мне не страшно, потому что мне, ну, я не знаю, я же не делаю сейчас розыгрыш на алмазы. Вот поэтому мне накинули так много. И, типа, я даже не знаю, куда их девать. Естественно, я куплю золотой пропуск, ребята, полностью весь. Сколько, давайте посмотрим, тут осталось. Вот чисто ради прикола. Вот у нас 55 уровень. Ну, 2640 я потрачу, ребята, заберу этот паст. Но это уже я сделаю на следующем видео. Так как, ну, чтобы не мешать, так сказать, одно с другим. Чтобы и то хорошее, и то хорошее. В общем-то, ребята, роль джестера. Это просто пушечка. Посмотрите просто на эту анимацию. Это же просто имба. Типа, ну, типа, звук этот, ребята, этот звук наложен мной. То есть, там была анимация, она была без звука. То есть, она не доработана еще. Поэтому я сам лично вставил звуки, сам лично вставил этот клоунский смех. Я нашел специально, он с авторскими правами, если что. Но у меня подписка звуковая, поэтому, то есть, на меня не распространяются эти авторские права. Потому что я оплачиваю эту музыкальную подписку. То есть, я могу использовать звуки, музыку, которую некоторые ютуберы не могут использовать, потому что она платная. И так далее. То есть, если вдруг вы возьмете ее к себе на канал, учтите, что звук лучше вырубать. Можете, естественно, ребята, брать эту анимацию к себе. Можете снимать, можете размышлять лично на своих видео, как это вообще может быть, как это работает. Но мы уже с вами пробовали, ребята, играть за эту роль. Чисто вот теоретически, если бы это было. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте, ну, вот если вам реально понравилась эта мысль, понравилась эта идея. И, ну, мне что-то кажется, что это даже не просто концепт. Это реально вот один из сотрудников компании, который разрабатывал Соспект. Просто сделал анимацию именно вот роли джестера. И мне кажется, не просто в надежде, что ее добавят, а реально целенаправленно делал ее для того, чтобы ее добавили. Потому что был такой план. Потому что выглядит она реально вот настоящая анимация выпадения роли. То есть, ну, я не знаю, ну, процентов 90, что это реально вот то, что делали разработчики, то, что делали дизайнеры. То есть, как бы, ну, других вариантов я пока что не вижу. Ну, нет таких фанатов, если бы это был какой-то фанат, ну, мы бы это увидели, да, с вами А тут реально я нашел сотрудника, ребята, который это сделал, и я у него это позаимствовал То есть, да, это сотрудник компании То есть, как бы, ну, это просто фанатский концепт, ну, не может быть, да То есть, сотрудник не будет заниматься фигней, он будет делать только то, что именно направлено на работу компании То есть, да, на улучшение игры и там, и так далее То есть, ну, как мне кажется, это реально официальная анимация, то есть, официальное выпадение роли, которая должна быть в нашей игре И у нас реально уже были предположения о том, и были слухи о том, что эту роль должны добавить Ну, судя по всему, ее таки должны добавить, ребята. Ну, по крайней мере, в планах это точно есть. Давайте топить, короче, за то, чтобы джестера добавили в игру. В принципе, мэр особо не так интересно, да, а вот джестер реально поменяет баланс игры, поменяет ее, возможно, даже в лучшую сторону, хотя не исключено, что и в худшую. Но для этого, как я уже говорил, ребята, лучше его добавить в дополнительный режим, чтобы прочекать, как это будет, как это будет играться просто, да, и посмотреть, что же будет в итоге. Ну, мне реально очень хочется поиграть на джестере, блин, я хочу посмотреть, ну, это просто имба. Если бы еще, ну, ну, нет, ну, тут нет просто комментариев, тут обязательно нужно добавить эту роль, чтобы прочекать ее, прочувствовать на себе. И это будет интересно, разработчики оживят игру, по крайней мере, хотя бы новым игровым балансом, новой игровой механикой, будет что-то интересное. Ну, согласитесь, напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы это все-таки произошло. И мы будем, ребята, топить за это, потому что после этого видео я отправлю нашим разработчикам, возможно, они даже не в курсе, что есть такая анимация выпадения роли, я отправлю им это видео, я отправлю им анимацию, и скажу, ребята, вот наши комьюнити, как минимум наша, да, русскоязычная комьюнити, хочет, чтобы мы сделали эту роль в игре, чтобы она была хотя бы в дополнительном режиме, да, чтобы просто поиграть, и будет просто интересно. В общем, обязательно напиши свое мнение в комментариях. Также, ребята, также, у нас очень скоро должны появиться розыгрыши на редких персонажей. Как вы понимаете, у меня алмазы сейчас на аккаунте 11965. У меня никогда столько не было, по-моему, насколько я помню, у меня, ну, реально не было так много алмазов. А все потому, что, ну, я не могу теперь делать розыгрыши, и куда эти алмазы деваются, они идут мне на баланс. И, типа, разработчики сделали такую штуку, как они пообещали нам сделать форму новую, да, для того, чтобы мы могли разыгрывать редких персонажей, точно так же, как это было с алмазами. То есть, теперь мы сможем их разыгрывать. Вопрос только, когда, вы очень часто мне его задаете, реально остается открытым, потому что, ну, это не от меня зависит. Это зависит исключительно от разработчиков и комьюнити менеджера. Когда они соберутся силами там, я не знаю, когда они соберутся, в принципе, заняться этим, они это сделают, и мы, наконец-то, сможем это с вами реализовать в группе ВКонтакте, здесь, на YouTube-канале, в нашем Дискорде, также в Телеграме, возможно, еще и в Инстаграме. Наверное, в ТикТоке еще можно будет сделать. В общем, везде, где только можно, вы просто пишите в комментариях, где бы вы хотели, чтобы проводились розыгрыши чаще. Понятно, что на канале это будет намного чаще. Но не исключено, что и в группе ВКонтакте, почему бы и нет, если вам зайдет, то я только за, ребята, я только рад раздавать вам редких персонажей. Вы понимаете, мне эти алмазы, они мне не нужны. А вот вам, как я понимаю, они, как бы, ну, играют, ну, немаловажную роль, потому что вам тоже хочется побегать в этих персонажах, вам хочется купить какой-нибудь скинчик интересный и так далее. Получить какого-нибудь персонажа, о котором вы реально мечтали, хотели его получить, но не было возможности его приобрести, да. Поэтому теперь у вас будет такая возможность. В общем, пиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу, в принципе, и пиши, хочешь ли ты эту роль в добавлении в игру или нет. Потому что, ну, может, они ее хотели добавить, да, но заступорились, заостановились как-то, да, как с ролью мэры. Подумали, ну, что-то как-то это дисбаланс, наверное, и так далее. И давайте им, ребята, поможем, так сказать, реализовать эти, вот эти задумки их не все в жизнь, чтобы они все-таки добавили эту роль. Возможно, она уже есть, да, но просто нужно ее включить там или как-то внедрить, например, в нашу игровую среду. Поэтому пишите обязательно в комментариях, разработчики это увидят. Я постараюсь, ребята, сделать все возможное, что есть в моих силах, чтобы передать им весь ваш вот этот вот актив, который вы сделаете под этим видосом в комментариях. И плюс я еще, наверное, в сообществе голосование открою после этого видоса, чтобы вы могли еще и проголосовать, мы это тоже отправим, да, чтобы разработчики видели, что вы хотите эту роль, ну, или не хотите. Поэтому пишите, ребята, обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну и, конечно же, не забудь поставить лайк, если тебе понравилось это видео, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, ребята, ну просто, ну это такой эксклюзив, ну я не знаю, самый топовый код автора Sloan в настройках игры. Я вот реально, я не перестаю вас удивлять, ребята, каждый раз что-то выходит интересное, и я стараюсь всегда держать вас на позитиве, потому что, ну это нельзя пропустить мимо глаз, мимо ушей, это просто реально имбовая тема. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете, ребята, по этому поводу. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун, всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.